Дагестан подвергся масштабной дезинфекцией. Активно помогают и МЧС. Сотрудники нескольких спасательных центров уже прибыли в республику. Какой объем работы уже выполнен, расскажет Любава Маслова. Смотрим ее обзор. Оперативная группа из 17 человек и 2 единицы техники Ногинского спасательного центра начали дезинфекцию в Дербенском районе. В течение пяти дней планируется обрабатывать больницы, жилые дома, улицы, парки и скверы. Сотрудники Волжского спасательного центра прибыли в Дагестан в рамках поручения Владимира Путина. Спасатели провели масштабную дезинфекцию в Гумветовском районе. В течение двух дней тщательно обрабатывались места массового скопления людей. Среди них учреждения здравоохранения, мечети, магазины, воркаут-площадки и гадыканы. В зданиях и служебных помещениях различных учреждений и ведомств Хасавертовского района продолжается дезинфекция. Так специалисты МЧС снаружи и внутри уже обработали здания Центральной районной поликлиники, администрации, прокуратуры. Санитарная обработка проводится средствами и препаратами, рекомендованными Роспотребнадзором. В Кизелюрте ожидают прибытия специалистов МЧС. Пока дезинфекция проводится силами управляющих компаний. Работники, вооружившись распылителями, специальными дезинфицирующим раствором обрабатывают общественные пространства и территории. Большое внимание уделяется подъездам жилых домов. В связи с пандемией коронавирусной инфекцией в селах Казбековского района работники административно-хозяйственного центра проводят работы по дезинфекции мест массового пребывания людей. К санитарной обработке привлечена и пожарная техника. В обязательном порядке обрабатываются больницы, здания администрации, отдел МВД, помещения судов и военкомата. Любовь Маслова, Марьяна Масуева, Юсуп Газиамаров. Время новостей.